Одним из самых оригинальных способов встретить День Победы придумали в Калязине. В этом городе вот уже несколько десятков лет существует традиция проводить накануне 9 мая легкоатлетический кросс и эстафету среди школьников и студентов двух колледжей. Это мероприятие проходит всегда массово, в нем участвуют несколько сотен человек, и об этом рассказывает наш корреспондент. На территории Ледового дворца «Волга» собрались вместе самые выносливые, быстрые и спортивные, а также их друзья, родители, учителя и тренеры. В этот раз ребятам повезло с погодой, день выдался солнечный. Соревнования состояли из нескольких забегов по возрастам. Перед стартом легкоатлетического кросса выступил глава Калязинского района Константин Ильин. Очень важно, что традиция продолжается. И у нас очень много мероприятий в апреле прошли, и в мае будут проходить посвященную Дню Победы. И, конечно же, мы должны помнить об этой победе, о значении этой победы, о какой ценой достигнутой этой победы. Безусловный результат был у каждого свой. Кто-то вошел в тройку сильнейших в каждом из забегов, показав лучшее время, кто-то нет. Но главное в кроссе проверить себя и свои силы. Помогали проводить соревнования сотрудники Ледового дворца «Волга» Детско-юношеской спортивной школы имени Гусева, отдела образования и волонтеры. Поддержку участникам оказывали болельщики, родители юных бегунов и учителя физкультуры. Самые быстрые бегуны во время церемонии награждения поднимались на педестал почета и были награждены грамотами. Все участники кросса своим примером доказали, что спорт – это норма жизни. Однако заниматься лучше регулярно, вести здоровый образ жизни и тогда, как говорится, в здоровом теле будет здоровый дух.